Здравствуйте, уважаемые студенты. Сегодня у нас тема гигиеническая планировка, принципы планировки предприятий общественного питания. Цель нашего сегодняшнего занятия изучить все те правила и нормы, которые должны придерживаться при строительстве всех предприятий питания. По плану сегодня мы с вами поговорим о гигиенических основах проектирования и о строительстве предприятий индустрии и массового производства. Итак, при разработке проектов новых предприятий общественного питания и реконструкции действующих, это все будет зависеть от степени централизации производства, то есть чем у нас предприятие будет заниматься, или это предприятие заготовочное, или перерабатывающее сырье, или у нас предприятия работающих на полуфабрикатах, или это у нас доготовочные, которые работают на полуфабрикатах, и эти предприятия не имеют своего производства и работают только на полуфабрикатах и на раздаточных, то есть уже отпуск. Значит, типа предприятия также это будет зависеть, или это комплексные предприятия, или это рестораны, столовые, кафе, закусочные, бары, магазины, кулинария. функционального назначения, то есть или это предприятие общегоступное, или обслуживающих, работающих и служащих, или это студенты, или это у нас предприятие, работающих при домоотдыхе. Значит, формы обслуживания, или это у нас работа с официантами, или самообслуживанием, или использование автоматов, сейчас это очень актуально, да, также мощности и вместимости предприятия, или крупное это предприятие, или среднее, или мелкое, и также от уровня технического оснащения. Значит, оптимальным в гигиеническом отношении является размещение предприятия отдельно в стоящем здании. В первую очередь, участок, на котором будет строиться то или иное предприятие общественного питания, должно быть сухим, желательно на возвышенном, ровно хорошо освещенном солнцем месте, удаленным не менее на один километр от свала и не менее на 100 метров от предприятий, загрязняющих атмосферный воздух и почву. То есть, если есть предприятия по обработке шерсти, шкур, тряпья. И также от жилых кварталов на 50 или 500 метров. То есть, эти предприятия должны придерживаться всех этих строительных норм при строительстве. При планировании их гигиеническое значение имеют санитарные разрывы между зданиями, плотные застройки, озеленение, размещение помещений, организация подъездных путей, разгрузочных площадок, изоляция и оснащение хозяйственной зоны. Также организация водопроводных храмов для полива, канализационных трапов, восток-атмосферных вод и производственные помещения. Они также должны зависеть от, в каком обращении эти помещения будут настроены, или на восток, или на север, или на юг. То есть, также роза ветров, немаловажно, играет роль у нас при планировании и при строительстве. Значит, предприятия общественного питания, которые располагаются в жилых зданиях, разрешается размещение небольших кафе и столовых до 50 мест. Мы с вами знаем о том, что многие предприятия питания располагаются прям в жилых зданиях, как правило, это на первых этажах, и здесь разрешается строить только небольшие кафе и столовые до 50 мест. Необходима изоляция жилых помещений от шума, тепла, запахов производства. Также изоляция санитарно-технических служб здания, расположение хозяйственной зоны от торца здания, и также изолированные эвакуационные выходы. То есть, все эти требования предъявляются у нас для предприятий питания, которые располагаются именно в жилых зданиях. Какие гигиенические требования к территории у нас предъявляются? Во-первых, в очередь у нас при строительстве составляется генеральный план предприятий. Что такое генеральный план? Генеральный план включает в себя масштабную схему проектируемого комплекса, как будут располагаться здания или те или иные сооружения. Также в этом генеральном плане указываются основные проезды, озеленение, благоустройство территории, а также места ввода, водопровода, канализации, электросети. Генеральный план должен обеспечивать в первую очередь защиту от окружающей среды, производственных загрязнений, санитарно-гигиенические условия труда, благоприятные микроклиматные предприятия и соблюдение нормативной плотности застройки и озеленения. При выборе территории учитывают розу ветров, как мы с вами и говорили, рельеф территории, близость источников возможного загрязнения, механические свойства почвы и глубину стояния грунтовых вод. Площадь территории определяется мощностью предприятия. При ее благоустройстве гигиеническое значение имеет также размещение помещений, озеленение, организация подъездных путей и разгрузочных площадок, также пешеходные дорожки, изоляция и оснащение хозяйственной зоны. Для достаточной аэрозации инсоляции помещений рекомендуется отводить под застройки не более 30-40% площади участка. Территория должна быть озеленена, это тоже является важным гигиеническим требованием. Въезд и пешеходные дорожки должны быть асфальтированы. Не допускается использование шлака для покрытия проездов и проходов, особенно на капиллярных грунтах, глиной суглинки, которые размываются атмосферными водами. Особое санитарно-гигиеническое значение имеет правильное размещение благоустройства, и изоляции хозяйственной зоны. В состав хозяйственной зоны включаются все вспомогательные здания и сооружения. Их располагают с подветренной стороны по отношению к зданиям производственной зоны на расстоянии не менее 50 метров от производственных помещений. Это очень важно, потому что все хозяйственные сооружения вспомогательные у нас имеют свой какой-то специфический запах, поэтому здесь желательно их располагать именно с подветренной стороны. Дворовые уборные, выгребные ямы, мусоросборники размещают на расстоянии 25-50 см от окон и дверей производственных помещений, учитывая расположение водопроводной сети, чтобы предотвратить возможное загрязнение воды с точными водами. Нарушение санитарных правил эксплуатации этой зоны может оказаться источником загрязнения предприятия. Хозяйственная зона проектируется таким образом, чтобы быть изолированной от административно-производственной зоны с зелеными насаждениями и иметь пути для раздельного движения пищевых и непищевых грузов. При наличии на территории одного въезда следует предусмотреть специальную разгрузочную площадку диаметром до 20 метров. Котельную располагают с подветренной стороны по отношению к административно-производственным помещениям. При размещении предприятий в жилых домах следует оградить жильцов от производственных вредностей предприятий. С этой целью в жилых домах проектируются только небольшие кафе, как мы и сказали, и столовые на 50 посадочных мест. И также предприятия по отпуску обедов на дом. Не более 500 обедов в сутки. При этом предусматривают изоляционные устройства, задерживающие проникновение в жилые помещения тепла, шума, запаха в производстве. Хозяйственную зону оборудуют торцовые части здания. На припроектирование предприятий в жилых зданиях необходимо также максимально изолировать его от санитарно-технических служб здания, то есть от вентиляции и канализации. Не разрешается располагать ПОП в производственных зданиях, связанных с обработкой или применением ядовитых веществ, эпидем опасных материалов, кожа, шерсть, утиль. То есть здесь эти предприятия, которые занимаются выпуском опасных материалов, не разрешаются располагать в производственных помещениях, где производится продукция предприятия питания. Складские помещения, как правило, размещаются в подвале или на первом этаже, группируя их вокруг разгрузочной. При этом лифты должны обеспечивать наиболее короткие, максимально изолированные подвижения сырья. То есть товар пришел, например, и, соответственно, складские помещения должны недалеко находиться от разгрузочной площадки. Производственные помещения необходимо располагать на дземных этажах, обеспечивающих нормальное естественное освещение цехов. Площадь производственных помещений по санитарным нормам должна включать площадь свободного оборудования, которая составляет около 5,5 метров квадратных намного работающего. Высота помещений должна быть не менее 3,3 метра. То есть здесь мы говорим о том, что в производственных помещениях должно быть свободное перемещение работников. Если там у нас в производственных помещениях находятся и оборудование, и производственные столы, это все должно находиться таким образом, чтобы при перемещении, при движении персонала не было никаких препятствий. Общие требования к проектированию гостиничных комплексов. Здесь у нас, опять же, есть свои ГОСТы, свои стандарты, которые предъявляются ко всем гостиницам, вне зависимости от звезд. Это, во-первых, удобные подъездные пути с необходимыми дорожными знаками, наличие благоустроенной освещенной территории, площадка с твердым покрытием для маневрирования транспорта, вывеска с названием гостиницы и указанием ее категории, вывеска с названием ресторана, если предусмотрен для него отдельный вход. Архитектурно-строительное решение, здание и его оборудование должны соответствовать СНИПу и располагаться желательно в экологических благоприятных условиях. Также должно быть предусмотрено все необходимые для обеспечения безопасности жизни, здоровья и сохранности имущества постояльцев, наличие системы противопожарной защиты и системы оповещения пожара, четкая организация по соблюдению гигиенических норм и правил, чтобы обеспечиваться системой удаления отходов от эффективной защиты от насекомых и грызунов. Кроме того, выделяют общие для всех гостиниц требования. Первое – это вход для гостей отдельный от служебных входов. Помимо входа с улицы предусмотрен вход в ресторан из гостиницы, наличие в мотелях, охраняемые в постоянке, лифт, имеющий круглосуточный подъем. В общественном помещении, либо отдельном кабинете, либо под специальным звукоизолированным колпаком предусматриваются городские или международные телефоны. Во вновь строящие и реконструируемые гостиницы должны быть предусмотрены условия для приема инвалидов. Функциональная организация зданий гостиниц. Функциональная организация здания любых гостиничных комплексов прежде всего зависит от типа гостиницы и ее вместимости. Вместимость гостиниц определяется числом постоянных спальных мест. Современная гостиница средней и большой вместимости и высокого уровня комфорта является сложным комплексным объектом, в состав которого входит значительное число помещений для разного функционального назначения. Жилые помещения, прием и обслуживание, помещения общественного питания, помещения культурно-массового назначения, киноконцертные залы, бассейны, сауны, спортзалы, кигельбаны, выставочные залы, помещения для бытового обслуживания, предприятия торговли, помещения для деловых контактов, конференц-залы и бизнес-центры, гаражи и охраняемые автостоянки, административные помещения, а также развитый состав служебных и хозяйственных подсобных помещений. Для функциональной организации гостиницы существенное значение имеет число входов в здание. Гостиницы с большой вместимостью, высокого уровня комфорта обычно имеют 3-4 входа. Гостиницы с малой вместимостью нередко ограничиваются двумя обходами здания – главным и служебным, а также по грузочно-разгрузочным площадкам в хозяйственном дворе. Внутреннее пространство должно быть широко раскрыто в внешнюю среду. В зданиях гостиницы этот принцип реализуется в помещениях вестибюля или ресторана путем сплошного отстекленения или устройства внутренних двориков. Для здания зрелищного или культурного просветительского назначения для вестибюля и гостиниц обязателен принцип наличия такого внутреннего пространства, в который способны внести в себя большое количество людей. Изоляция внутреннего пространства в пределах необходимого в зависимости от выполняемых функций. Особенно часто этот принцип используется при проектировании зоны приема и размещения. Пространство должно быть единое, непрерывное, но свободно перетекающее из одного помещения в другое. Универсальность внутреннего пространства, гибкость планировки организуется таким образом, чтобы совмещать в одном помещении несколько функций, изменять его размеры с помощью перегородок. Основные блоки помещений гостиниц. Здесь у нас является блок приемных вспомогательных помещений, блок помещений жилой группы, блок помещений питаний, блок помещений администрации и блок подсобных и хозяйственных помещений. Основным связующим звеном всех групп помещений гостиниц является блок приема вспомогательных помещений с вестибюлем. В этом блоке осуществляется прием, оформление и размещение приезжающих, расчеты с ними выдача, различных справок по гостинице, хранению и транспортировке багажа. При проектировании вестибюля или холла нужно учитывать определенные условия. Холл создает первое впечатление о гостинице. Важно обеспечить рациональное расположение в вертикальных коммуникациях и входах, чтобы движение основного потока было наиболее коротким. Функциональная связь между зонами обслуживания и помещения должна исключать пересечение людских потоков, то есть гости и персонал не должны пересекаться. Необходимо провести четкое зонирование вестибюля так, чтобы уезжающий, прибывающий, проживающий и обслуживающий персонал и какие-то случайные посетители пути доставки багажа и номера к автобусам не мешали друг другу. В группе помещений приема находится дежурный администратор, ведущий учет занятых номеров или принимающий предварительный заказ. Касса, где клиентам проводится оплата всех представленных услуг, автоматически зарегистрированных на индивидуальных карточках. Портье, ведущий учет ключей. Здесь также портье выдают корреспонденцию. Консьерж, выполняющий какие-то личные поручения посетителей. Вспомогательная зона, включая следующие помещения, это отделение связи, сберегательную кассу, транспортное агентство, парикмахерскую пункты приема вещей в ремонт, химчистку и прачечку, и также камера хранения. Реокранизация зоны обеспечивает кратковременный отдых отъезжающих и пребывающих гостей. Коридоры, как и вести будь, составляют первоначальное представление о гостинице. Ширина коридора рассчитывается так, чтобы в нем легко могли разминуться два человека с чемоданами в руках. Отсюда требуемая ширина одностороннего коридора. Не менее 1,3-1,4 метра, а для двухстороннего, значит, здесь 1,6-2 метра. Если же двери открываются в коридор, ширина его, соответственно, увеличивается. Значит, вот эти параметры у нас, если двери открываются внутрь номера, а если двери открываются в коридор, то ширина, соответственно, должна увеличиваться. Блок помещений жилой группы является основным в гостиницах любого типа. Это помещение составляет более 50% объема зданий, представляет собой жилые комнаты, то есть номера, а также непосредственно связанные с ними вспомогательные и служебные помещения. Номера размещаются на жилых этажах, где находятся также помещения для дежурного персонала, обслуживающего их или общей горизонтальной коммуникации, гостиные, лифтовые или лестничные, лифтовые холлы. И теперь давайте поговорим с вами о группе помещений для общественного питания. Мы знаем, что у всех гостиницах, как правило, у нас находятся рестораны, бары и так далее. Здесь тоже есть своя группа помещений, которая должна быть учтена при строительстве гостиничных комплексов. Здесь у нас функциональная организация именно группы общественного питания помещений зависит от категорийности гостиницы. В однозвездных гостиницах питание гостей не предусматривается. В двух или трех звездах должны быть рестораны и кафе, в четырех-пятизвездных – рестораны, банкетные залы, бары, а в пятизвездочных – и ночные клубы. Обеденные залы в столовых и ресторанах следует проектировать вместимостью не более 250 посадочных мест, поскольку при большой вместимости создается бескомфортная обстановка, шум, большое движение посетителей. Количество посадочных мест в буфетах определяется из расчета не менее 10% вместимости гостиницы. Рационально их размещать хорошо вертикально или иной связью с блоком группы питания. То есть, опять же, мы от того, какая у нас гостиница, сколько имеет звезд, будет зависеть размещение помещения общественного питания. Мы сейчас убедились с вами, что в однозвездных гостиницах питание не предусматривается. Значит, двух-трехзвездных – рестораны или кафе, пятизвездочных – это у нас четырех-пятизвездочных – это банкетные залы, рестораны, бары, а в пятизвездочных – еще и ночные клубы. Весь обслуживающий группу питания персонал должен иметь отдельный вход в гостиницу со своим вестибюлем, своими раздевалками, душевыми, санузлами, комнатами отдыха и административно-хозяйственными помещениями. Блок группы помещений администрации размещается обычно на первом или на втором этаже зданий гостиницы. Помещение администрации должно иметь удобную связь с блоками приемно-вспомогательных помещений, то есть при приеме гостей, также с номерами, то есть жилья и общественного питания. В состав группы помещений администрации входят кабинеты директора, его заместителей, главного инженера, управляющего делами, комната отдела кадров, планового отдела, отдела станджения, бухгалтерии и архива. Все эти помещения, они, как правило, рекомендуются согласно СНИПу при строительстве гостиничных комплексов. Какие у нас гигиенические требования предъявляются к оборудованию, к инвентарю, посуде и материалам, из которых они изготовлены? Эти материалы не должны отдавать в пищу ядовитые примеси и подвергаться коррозии, не должны вызывать изменения их органолитических свойств, вкуса или запаха. Материал должен быть водонепроницаемым, устойчивым к износу, к воздействию пищевых веществ, легко поддаваться очистке, мыхею, дезинфекции и просушиванию. Нержавеющая сталь, алюминий, мельхиор, никель, фарфор, фаянс и стекло – это весь тот материал, который в основном используется у нас при работе предприятий питания, при гостиницах. Нержавеющая сталь – это у нас сталь, состоящая из хрома, никеля и других материалов. Она антикоррозийна и не влияет на органолитические свойства пищи. В основном у нас ее делают посуду, кастрюли, сотейники для приготовления пищи. Алюминий неустойчив к щелочам, растворяется под действием сильных кислот и коррадируется под влиянием флора. В такой посуде не рекомендуют хранить пищу с повышенной кислотностью. Это в основном фрукты, ягоды, зелень, то есть все те продукты, которые имеют витамин С и повышенную кислотность. Железо и чугун употребляются для изготовления противней, сковород, так как жир ограничивает интенсивность коррозии металла. Медь в присутствии кислорода легко окисляется и образуется. При этом соли могут вызывать пищевое отравление. Поэтому медная посуда предназначена для предприятия общественного питания, должна лудиться чистым оловом. То есть поэтому здесь, как правило, когда делают посуду из меди, здесь нужно ее комбинировать с оловом. Цинк и оцинкованные железометаллы неустойчивы к пищевым кислотам, под влиянием которых они растворяются и могут попадать в пищу в количествах, вызывающих токсикозы. Поэтому оцинкованное железо разрешается использовать лишь для изготовления ведер для воды и баков для киписинников. Использовать такую посуду для приготовления и хранения пищи категорически запрещается. Серебро обладает хорошей устойчивостью к химическим воздействиям, но в присутствии сернистых соединений покрывается черным налетом сернистого серебра. В основном у нас серебро, это, конечно же, наши приборы, наша посуда используемая. Поэтому здесь, конечно же, тщательный уход должен быть. Поэтому здесь посуда из серебра, она у нас в основном используется очень редко, но только, может быть, для подачи каких-то банкетных блюд. В основном в каких-то национальных ресторанах, кафе. Мельхиор – это сплав меди, никеля и цинка, который обладает устойчивостью к коррозии, хорошо удерживая серебряные и никелированные покрытия. Мельхиоровые приборы могут быть широко использованы на предприятиях общественного питания. Никель и хром в основном используются для декоративного оформления оборудования и постепенно вытесняются хромом. Хром широко употребляется для покрытия ложек, ножей и вилок. Он устойчив к химическим воздействиям, приближаясь в этом отношении к золоту и платине. Санитарные требования. Эмалированная посуда использовать эмалированную посуду для приготовления пищи не рекомендует. Объясняется это тем, что при термической обработке продуктов эмаль может крошиться и отпадать, и попадать в пищу. Эмалированную посуду разрешается использовать только для хранения готовой пищи и для приготовления холодных блюд и закусок. Столовая и чайная посуда на ПОП допускается использовать фаянсовую, глазуированную и фарфоровую посуду, тарелки, чашки, блюдца, а также посуду из бесцветного стекла, графины, стакана и другое. Запрещается использовать посуду с отбитыми краями и трещинами. Использовать посуду из пластмасса на ПОП не разрешается, так как многие пластмассы при соприкосновении из пищи способны выделять вредные вещества, формальгиды и метиловый спирт. Санитарные требования к таре и упаковочным материалам. Упаковочные материалы должны защищать пищевые продукты от воздействия вредных факторов внешней среды, в том числе и газообразных, и механических примесей воздуха, микробов и так далее. Кроме того, они не должны отдавать продуктам токсические вещества и изменять их органолептические показатели. В качестве упаковочных материалов используют в основном пергаментную бумагу, целлофан, алюминиевую фольгу, полимерные материалы. Пергаментная бумага сравнительно малопроницаемая для влаги, жира и воздуха. Применяют ее для упаковки жирных продуктов. Целлофан – это тонкий глянцевый прозрачный материал, изготавливается из целлюлозы, он непроницаем для жира и воздуха. Часто применяется целлофан для упаковки мясных продуктов. Алюминиевую и оловянную фольгу достаточно широко используют для упаковки конькерских изделий и чая. Алюминиевая фольга должна содержать не более 0,1% свинца и цинка, 0,05% меди и оловянная, значит, не более 1% свинца. Механическое оборудование помогает значительно улучшить условия труда, повысить культуру производства, а главное сократить все до минимума ручные операции. Все это имеет важное санитарно-гигиеническое значение, поскольку снижается опасность инфицированных пищевых продуктов, улучшается их качество. В то же время механическое оборудование непосредственно контактирует с пищевыми продуктами и поэтому он должен отвечать всем санитарно-гигиеническим требованиям. Это безвредность материала, из которого оно изготовлено, возможность разбора рабочих органов, что определяет доступность для их санитарной обработки, устойчивость к действию моющих средств, расстановка технологического оборудования должна обеспечивать свободный доступ к нему, возможность уборки полов или производственных столов, соблюдение поточного производственных процессов и безопасность самой работы. Применяемые в настоящее время поточные линии механического и секционно-модулированного оборудования наибольшей степени отвечают всем гигиеническим требованиям. Используют механизмы только по назначению и для тех продуктов, в которых они предназначены. Не допускается обработка сырых и вареных продуктов с использованием одних и тех же механизмов. То есть после каждого использования того или иного оборудования, мясорубка, овощи, резка, например, картофель очистительной какие-то машины, понятно, что после каждой операции здесь идет тщательная санобработка, особенно после тех продуктов, которые имеют какой-то свой специфический запах. Производственное оборудование и инвентарь не реже одного раза в неделю следует дезинфицировать 1% раствором флорной известия, затем промывать горячей водой. И механическому оборудованию производственных цехов относятся разделочные столы, доски, моечные ванны для посуды, ванны для вымачивания соленой рыбы, мяса, сушильные шкафы. Это все те виды оборудования, которые используются в производственных цехах, причем ежедневно, поэтому все это не механическое оборудование, оно должно быть маркировано. То есть в каждом цехе свои должны быть разделочные доски, свой инструментарий. Это все должно работать только в этом направлении, для кого оно предназначено. То есть в овощном цехе свои, свои доски, свои ножи, мясном, рыбном и так далее. Значит, производственные столы для обработки овощей и мяса, рыбы должны иметь гладкую, ровную рабочую поверхность, устойчивую к органическим кислотам и коррозии. Наиболее гигиеническим являются цельнометаллические столы со столом из газовых труб или уголков железа и съемная крышка из нержавеющей хромоникелевой стали. То есть на производственных цехах в основном используются производственные столы, имеющие, значит, гладкую поверхность, которая не подвергается коррозии или каким-то органическим кислотам. В основном это у нас цельнометаллические столы. В основном. Поэтому здесь все вот эти правила, которые я сейчас вам перечислила, это тоже одно из самых главных требований при строительстве, при планировке предприятий питания, значит, гостиничных, ресторанных комплексов. Мы знаем, что у нас при любых гостиницах имеются свои точки общепита, которые тоже у нас должны придерживаться всех тех норм, которые предъявляются. Ну и, конечно же, основные, это, конечно, жилые наши помещения, это номера предгостиницов, которые тоже должны быть построены таким образом, в первую очередь, отвечающие безопасность для посетителей. Значит, это у нас и кровати, да, в первую очередь, это у нас и, значит, санузлы, душевые кабины, ванны, если такие располагаются. Значит, все, что находится внутри помещения, комнаты, должно быть безопасным, экологически чистым для того, чтобы человек, выезжая из номера гостиницы, не заболел, да, не подвергся каким-то аллергическим реакциям. Поэтому уборку нужно производить до приезда гостей, да, соответственно. Значит, ежедневная уборка производится тоже так же после того, как человек покинул номер, уезжая на какие-то встречи, заседания и так далее. И, конечно же, уборка тщательная производится у нас после отъезда всех гостей, потому что это очень важно, чистота всех номеров, потому что это говорит об имидже вашего предприятия. Значит, здесь основной упор мы делаем на гостиничные номера и на, значит, точки общепита, на предприятия питания, которые располагаются внутри гостиницы. То есть все вот эти принципы планировки, они должны быть придержены, соблюдаться санпином, санитарным правилом и нормом при проектировании предприятий питания и гостиничных номеров для того, чтобы люди чувствовали себя безопасно. Поэтому, когда проектируется любое предприятие, оно должно быть согласовано со всеми службами безопасности, в первую очередь санэпидемстанцией, санитарными врачами, значит, пожарной безопасностью и так далее. После этого только у нас подписывается факт об эксплуатации и ввода в действие данного предприятия. Значит, здесь, опять же, мы должны учитывать, это воздух, это вода, это почва при проектировании. Поэтому, когда планируется строительство, все вот эти факторы, они должны быть заранее уже взяты на анализ и пробу для того, чтобы дать разрешение на строительство. Если почва имеет у нас поверхность потопляемости грунтовыми водами, естественно, здесь строительство запрещается, потому что понятно, что каждую осень и весну будет потопляемость подбальных помещений и так далее. Поэтому здесь строительство тоже строить нельзя. Ну и потом мы с вами говорили о том, что вообще при строительстве существуют зоны строительства, у нас вообще существует 4 зоны для строительства тех или иных предприятий питания. Значит, это у нас жилищно-бытовая, когда располагаются жилищно-административные какие-то помещения. Это у нас складские зоны, где располагаются за городом, да, это зона, и там в основном строительство каких-то ресторанов не предусмотрено. Здесь в основном используются столовые при этих же предприятиях. Также зоны отдыха, значит, парки, сады, скверы, какие-то массовые, когда мероприятия, спортивные мероприятия проводятся, также имеются точки общепита, да, они могут быть сезонные, стихийные, быстро, значит, строящиеся или организующие по приезду, например, тех же звезд эстрады, например, или какие-то спортивные мероприятия проводятся. То есть здесь сообразно, конечно, ставить какие-то закусечные фастфуды и так далее. Поэтому здесь очень много, знаете, такой информации полезной для вас, опять же, в будущем при планировании и проектировании своего бизнеса. Все эти моменты, конечно, должны быть учитаны, потому что нет такого понятия, я вот захотел здесь построить. Нет, есть множество факторов для того, чтобы вы получили согласие на планирование или на строительство тех или иных объектов питания. Так, ну, по вот этой теме все. Ребята, мы коротко с вами об этом поговорили, потому что у нас основная цель все-таки гигиенические принципы, а не само строительство, потому что есть отдельная дисциплина у нас, да, проектирование и строительство объектов общественного питания. Здесь мы в основном говорим о тех гигиенических правилах и нормах, которые должны соблюдаться уже в действующих каких-то предприятиях. Поэтому здесь очень важно соблюдать все эти правила, потому что мы знаем, что есть очень большое количество различных отравлений пищевых, инфекционных, которые, опять же, у нас передаются человеку, когда не соблюдаются все эти гигиенические принципы. Это и уборка, и личная гигиена, да, и соблюдение при тепловой обработке, когда продукты подвергаются тепловой обработке. Поэтому здесь тоже это очень важно знать. Ну, и мы знаем, что при любых предприятиях питания, особенно при столовых промышленных, да, всегда есть свой санитарный врач, дед, сестра, например, которая должна как бы вести контроль и учет всех этих гигиенических правил и принципов. Ведется специальный журнал, где ежедневно записывается, как бы контроль, да, ежедневный по уборке территории, жилых помещений, производственных помещений и так далее. Поэтому здесь все должно быть автоматизировано и как бы отработано уже. Почему? Потому что это очень важный фактор. Если даже предприятие будет выпускать качественную продукцию, да, и будет очень большое количество посетителей, но если не будут соблюдаться элементарные санитарные правила и нормы, естественно, любое предприятие питания, оно закроется, закроется вплоть до выяснения обстоятельств. Это очень важный фактор. Ну, вроде бы все на сегодняшней теме. Хочется сказать, что у нас с вами еще предстоит одно занятие. Значит, на системе универ в дистанционных курсах я прикрепила контрольные задания. Пожалуйста, их выполняйте до начала вашей сессии. Если эти задания не будут выполнены, вы будете просто-напросто не допущены к экзаменам. Поэтому зайдите в универ, зайдите в дистанционные курсы, посмотрите, там есть две контрольные работы. Внимательно с ними ознакомьтесь и начинайте их делать. Все, всем спасибо за внимание. Спасибо за внимание.